здравствуйте в студии олег хилл с обзором британской прессы на среду 1 июня сегодня как вы знаете день защиты детей с чем я вас и поздравляю также поздравляю только тех кто собирается стать родителями ну и конечно же сегодня первый день лето с чем хочется поздравить отдельно потому что к новому году уже можно начинать готовиться как вы помните из песни вот и лето прошло лето в англии не задерживается особо надолго но в любом случае сегодня солнечный день вам будет гарантировать игорь павлов в конце выпуска ну а мы переходим к новой рубрике минутка истории 1 июня 1939 года 83 года назад во время проведения испытаний затонула британская подводная лодка тетис субмарина затонула на глубине 49 метров спасательная операция не увенчалась успехом и спасти оказавшихся в западне людей не удалось в отсеках тетиса затонувшего вследствие выхода из строя пробного краника и системы открывания крышек торпедного аппарата погибли 99 британских подводников очень жаль светлая им память ну а мы переходим как обычно к обзору британской прессы что именно узнают англичане нового из основных бумажных изданий когда получат их по почте или принесут им из магазина их завтраку газетные заголовки гласят в основном о том что борис джонсон может быть поджарен или прожарен своими коллегами а также говорят о новом ударе по российской нефти ряд газет сегодня в среду приводит то что бориса джонсона вызвали для объяснения из-за партии гейт если вы помните до сих пор тянется эта история с вечеринками во время карантина газета таймс сообщает что советник премьер-министра по этике лорд гейт пригрозил уйти из-за скандала с вечеринками на даунинг-стрит после того как пришел к выводу что были законные вопросы о том нарушал ли джонсон министерский кодекс газета сообщает что лорд гейт пригрозил уйти в отставку во время обсуждения с премьер-министром во вторник если тот не даст публичных объяснений своего поведения по моему борис джонсон уже несколько раз давал объяснения но они никого не устраивают первая полоса газеты daily mail также ведет к партии гейт сообщая что союзники премьер-министра предупредили безрассудных повстанцев так называемых пытающихся сместить бориса джонсона из номера десять из даунинг-стрит что они могут разрушить лучшие шансы консервативной партии на победу в следующих выборах в газете говорится что настроение в эстминстере ухудшилось когда сторонники джонсона нанесли ответный удар рассерженным бывшим министром а также нервным сторонником выступающим против него газета метро сообщает что борис джонсон может столкнуться с голосованием по поводу своего будущего уже во вторник после того как день растущего восстания привел к тому что высокопоставленные консерваторы присоединились к задним скамейкам которые ставят под сомнение пригодность бориса джонсона для должности в газете говорится что премьер-министр как говорят начал призывать ключевых коллег к поддержке поскольку 28 член парламента от консерваторов публично потребовал его ухода в отставку газета ай сообщает что борис джонсон звонит депутатам консерваторам для того чтобы сохранить свою работу поскольку высокопоставленные источники от тори предсказывают что вот ум доверия премьер-министру теперь неизбежен бывший министр кабинета сообщил газете что джонсон как и ожидается победит в борьбе за лидерство но он будет изо всех сил пытаться набрать обороты и вероятно это будет его медленная смерть ну я надеюсь переносном смысле газета daily telegraph также сообщает что собственный советник премьер-министра по вопросам этики потребовал объяснения от господина джонсона и сказал что были законные вопросы о том нарушил ли он министерский кодекс в документе раскрываются подробности запланированной на несколько недель кампании которая ориентируется на экономику и празднование платинового юбилея это имеется ввиду празднование вот сейчас во время выходных как будут праздновать 70-летие королевы на престоле новые данные показывают что акты насилия в определенных в отделениях общей практики по по всей великобритании почти удвоились за пять лет поскольку руководители врачей предупреждают о растущем спросе и нехватке персонала об этом сообщает газета guardian в газете говорится что меры безопасности такие как видеонаблюдение тревожные кнопки и экраны на ресепшн внедряются в отделениях общей практики а два самых высок высокопоставленных врача великобритании осудили отсутствие исторических инвестиций в общую практику то есть nhс опять просит денег по словам британских и европейских официальных лиц об этом сообщает financial times великобритания европейский союз договорились о запрете на страхование судов которые перевозят российскую нефть в документе говорится что лойтс на протяжении столетий находится в центре индустрии морского страхования запрет на страхование является частью нового пакета санкций европейского союза который направлен против экспорта российской нефти добавляет газета газета daily express сообщает что несостоятельные туристические боссы столкнулись гневным выяснением отношений с министром транспорта грантом шапсом из-за этого отпускного ада который обрушился на британию как вы помните я вчера рассказывал что в аэропортах творится хаос на данный момент ну и вот нашли крайнего конечно же это министр транспорта грант шапс по сообщениям газеты daily star daily star патриотов призывают не покупать собак корги после того как борцы за права животных призвали помешанных на юбилея британцев не покупать любимых собак королевы газета предлагает вместо этого побаловать себя хорошим королевским чаем газета сан сообщает что королеве пришлось вернуться из-за бердина на празднование своего юбилея после того как во вторник она попала в воздушную драму как написано в газете когда молния вынудила ее самолет прервать посадку в газете изображена королева которая машет рукой когда она прибыла в виндзорский замок в преддверии своего платинового юбилея ну а daily mirror приводит слова архиепископа кантерберийского предлагающего простить принца эндрю после разногласий последних лет джастин вэлби сказал прощение действительно имеет значение кстати напишите в комментариях что вы считаете стоит ли королевской семье не простить своего непутевого принца который попал в такую сексуальную историю как вы все уже знаете ну что ж а теперь давайте перейдем к прогнозу погоды с игорем павловым всем доброго времени суток вы на канале русских новостей соединенного королевства вы знаете сначала моя жена даже стеснялась разговаривать со мной но когда привыкла и освоилась начала выносить мне мозг сегодня 1 июня и это двойной праздник для меня во-первых этот день защиты детей так пусть же каждый ребенок светится как сегодня солнце на небосводе и каждая дождливая капелька которая сегодня упадет способствует росту каждого ребенка во вторых сегодня ровно год назад я начал записывать прогноз погоды я уверен я заслужил от вас на кофе погода сегодня праздничная и достаточно разная то дождь то солнце в основном дождь пройдет в шотландии и северной англии от ньюкастел до йорка и манчестера центральной части на южном берегу все еще безмятежно светит яркое и ясное солнце во второй половине дня в центральной части все же не успокоится переменная паспортная погода сколько бы она не менялась все равно что-то докапает зато в среднем температура сегодня стала теплее и в лондоне поднимется до 18 градусов на юге до 16 норведь 16 йорк 15 манчестер 15 шотландии до 14 градусов многие люди даже в зрелом возрасте так и не знают кто они такие и чем им лучше в жизни заниматься все потому что в молодости могли выбрать не ту дорогу но никогда не поздно задуматься кто мы и зачем живем но перед тем как карабкаться на лестницу успеха убедитесь что она прислонена к стене того здания что вам нужно всем хорошего дня из выпуска прогноза погоды это уже немножко превращается в психологическую поддержку всех и вся что тоже неплохо если вы считаете что игорь заслужил на кофе то то знаете что нужно сделать это конечно же не только поставить лайк но и отправить ему на кофе спасибо игорь год с нами я как-то да надо будет посмотреть даже тот выпуск который был первым меня стало интересно ну а с вами я прощаюсь до основного выпуска всего вам доброго в студии был олег хилл